Привет! Я Николай, вы на канале Таксуем на Суббару. По-прежнему не устаю вам рекомендовать парк Я Партнер. С каждым разом все больше и больше и больше плюшек. Помимо тех, что были ранее, байка там, розыгрыши и так далее, сейчас можно принимать в парке Я Партнер оплату через QR. Сейчас, если вы надумаете открыть ИП, вам помогут, будут вести всю бухгалтерию и так далее, и так далее. Поэтому присоединяйтесь в нашу большую команду Я Партнер. Участвуйте во всех этих акциях, пользуйтесь этими плюшками, пишите на указанный номер в WhatsApp для регистрации и я вас зарегистрирую. Что ж, каждый водитель такси хочет зарабатывать больше, всегда больше. Это нормальное ощущение. Так вот, расскажу я один сейчас секрет, который знает очень-очень-очень мало водителей. Как заработать больше? Пришла мне такая идея, мысль, я ее развил, проверил и подтвердил. Я думал, что я такой пиздатый гениальный, но нет, уже есть и водитель, который знает. Я провел в Instagram опрос, но тех, кто знает, очень мало. То есть процентов, наверное, 5 водителей из опрошенных мной, да, те, кто ответил. Очень мало знают. В чем заключается суть этой фишки? Как мы знаем, к водителю приходят заказы как по агрегатору Яндекс, так и по агрегатору Uber. Хотя Uber уже давно не существует, его выкупили. Тем не менее, пассажиры могут заказывать через приложение Uber. И водители знают, что через Uber заказы дешевле. То есть, сравнивали неоднократно, заказы дешевле, особенно, если это дальние какие-то поездки. В Uber можно заказать любой тариф, от экономы до бизнеса. Поэтому люди, кто хотят сэкономить, они делают заказ через Uber. А водители об этом, соответственно, не знают. Потому что ты не видишь, какой тебе приходит заказ по Uber или по Яндексу, и принимаешь его. Раньше можно было посмотреть по окончанию поездки в истории заказа, можно было посмотреть, где написан, типа, ну, от кого заказ, было написано либо Яндекс, либо UberX. И также можно было посмотреть в активности, в истории баллов. В истории баллов тоже можно было написано там Uber или я. Или какой-то тариф, то есть эконом, комфорт или Uber. Сейчас посмотреть этого нельзя даже по окончанию поездки. Да и какой смысл уже после того, как поездка совершена. Вот. Поэтому есть вот такой вот один лайфхак, как не принимать заказы по Uber. И есть еще у меня несколько предположений. Кстати, есть еще такая теория, не знаю, можете проверить, может быть, кто-то уже знает. Иногда приходят заказы с комментарием, пассажир просил ему не звонить. Мне кажется, что это заказы, сделанные через телефон. То есть сейчас же можно заказать по телефону, не через приложение. По телефону человек звонит, называет там адрес точку А, точку Б и там диспетчер оформляет заказ. Кстати, такие заказы для пассажиров немножко дороже. Они на 80 г дороже. То есть 80 г идет за звонок. Вот. Такая вот теория. Но что касаемо Uber, то лайфхак такой. Следующий. Заказ приходит, когда вы видите точку А, точку Б, неважно, даже если вы не видите точку Б, пишется еще и рейтинг пассажира. Так вот, заказа через Uber, рейтинг пассажира не пишется. Рейтинг пассажира есть только у пассажиров, которые заказывают через Яндекс. Это я проверил, спрашиваю у пассажира, принимал с рейтингом, без рейтинга. То есть спрашиваешь там, расскажите через что вы заказали. Если без рейтинга, говорят Uber, то есть проверено. Поэтому заказы через Uber можно сразу увидеть. Если нет рейтинга, можно не брать, потому что этот заказ будет дешевле. дешевле. Пусть даже на 100 тенге вам будет дешевле. Но извините, кто много катает, там в день 20-30 заказов. Даже по 100 тенге взять, это 2-3 тысячи тенге. А их тоже деньги. Поэтому, коллеги, как пропускать, я думаю, мне учить вас не нужно. Пока что есть такая возможность. Поэтому советую брать заказы по Яндексу. И тогда заработок ваш увеличится. Такая вот информация. Можете проверить, покатать, поспрашивать из пассажиров, через что они заказывают. Там, наблюдать за рейтингом. На самом деле, это очень тяжело сделать. Я несколько дней проверял. Ты смотришь, пока ты читаешь точку Б, А, анализируешь там и забываешь либо посмотреть рейтинг, либо посмотрел потом, пока доехал до пассажира, забыл, есть он с рейтингом или без рейтинга ты взял. Либо ты взял и такой помнишь, едешь до пассажира, приезжаешь и забываешь у пассажиров спросить. В общем, если хотите, можете проверить. Для сравнения, вы можете скачать приложение Uber и просто проверять адреса. Например, вам пришел заказ. Да или рандомные какие-то адреса. Забейте в Яндексе, забейте в Uber и цена будет разной. Uber будет дешевле. Поэтому, чтобы повысить ваш заработок, берите заказ через Яндекс. Такая информация. Спасибо, что посмотрели, послушали. Всем всего хорошего. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok